Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос, для чего меня обесценивает бывший партнёр. Встречалась с парнем около пяти лет, расстались в силу того, что так и не пришли к браку, хотя безусловно любовь была, сошлись с студентами. Не отрицаю всякое бывало, но я не изменила, не предала, и вот мы уже не вместе, но периодически он даёт о себе знать, расстались вроде на положительной ноте. Его разговоры вечно заканчиваются выпадами в мою сторону, мол, в отношениях он был у меня под каблуком, без меня он бы добился намного большего, это я его задавил, ему нужно было быть со мной более жёстким, эгоистичным и т.д. Но по правде это вообще не так, но суть-то не в этом. Мне обидно, что человек, который столько лет был со мной, теперь так считает, а может и считал. Это очень неприятно, буду благодарна за ответ. Вообще у вас, на мой взгляд, есть, так скажем, несколько составляющих в вашем тексте, да? То есть, первое, это зачем вас пытаются обесценить, то есть, зачем ваш бывший партнёр пытается вас обесценить, это первое. И второе, это то, что, собственно говоря, вам обидно, что он так считал, да, или может быть считает. Вот. То есть, считает или считал, тогда, когда с вами был. Я думаю, я думаю, что ваша обида связана с тем, вот, на мой взгляд, ваша обида связана с тем, как вы сами себя в этой ситуации воспринимаете и видите. Вот. То есть, вас это как-то задевает. То, что он так, например, думает. Как вас это задевает, это желание быть, например, хорошей. Да? Ну, такая вот такая потребность, может быть, быть хорошей. Это некое такое, может быть, обесценивание себя. То есть, вы сами как-то вот допустим, себя вините за что-то и за чего-то. Вот. А потом еще молодой человек получается добавляет масла в огонь своими какими-то высказываниями, да? И так далее. То есть, вот, наступает что называется на больное место, на больную мозоль. Вот. Это, конечно, неприятно. Поэтому нужно смотреть, как вы себя обесцениваете сами. И с чем вы согласны в этом? Ну, я имею в виду, в чем вы согласны с, ну, с молодым человеком. Вот. С чем, где, как, вы согласны. И тогда, то есть, это вот, на мой взгляд, очень важно. история, на мой взгляд, это очень важный момент. Вот. А если мы хотим разобраться, да, если мы хотим разобраться с тем, что, вообще говоря, например, с вами происходит, происходит, и что именно вы проживаете, что именно вы чувствуете и ощущаете. Ну, в этом аспекте. Вот. В этом аспекте, да, в аспекте вот того, что сейчас происходит. лично я думаю, что в какой-то степени, в какой-то степени, я подчеркиваю, в какой-то степени, я не знаю, наверняка. Но я думаю, что дело, все дело заключается в том, что вы хотели брак с человеком, а брак не сложился. Вот. При том, что вы вкладывались в отношения, вы рассчитывали на то, что вот что-то из этого получится, да, то есть вы рассчитывали, что отношения куда-то приведут, а они не привели. И из-за этого вам обидно. То есть вам молодой человек сейчас по сути пытаются сказать, что вот если бы ты вела себя по-другому, вот, если бы ты вела себя иначе, например, вот, то все было бы красиво, все было бы красиво. У нас получился бы брак, у нас получились бы отношения с тобой. Ну, А так? Так. не получилось. И вам обидно, потому что вы тоже хотели отношения. Вы тоже хотели брака. Вот. Возможно, вы хотели этого даже больше, чем молодой человек. И вот, собственно, вас это задевает. Задевает то, что не вышло. то, что не получилось. Задевает то, что ну вот, то, что не сложилось. возникает возникает вопрос. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Возникает вопрос. А почему вас это задевает? Да, ну, то есть, вот, чем вас это задевает. И я думаю, что связано это с тем, вот, в какой-то степени, я думаю, что связано это с тем, что вы сами вкладываете в брак. То есть, если, если для нас брак был средством, способом как-то вот подкрепить, подчеркнуть свою полноценность, то у вас это не вышло. А молодой человек говорит вам о том, вот прямо, молодой человек говорит прямо о том, что вы сделали для того, чтобы это не вышло. Ну, конечно, вам обидно. Ну, вот. Конечно, вам неприятно. Конечно, конечно, тяжело. Поэтому здесь нужно в первую очередь посмотреть, какую конкретно проблему вы пытаетесь решать через брак. Вот. Какую конкретную задачу вы пытаетесь решать через брак. Вот. Если люди расстаются только потому, что у них не получается брака, вот, то, на мой взгляд, это история про то, что люди, возможно, не видят друг друга. Вот. Таких отношений. и проблема ли это? Да, это проблема. Это может быть проблема. И может быть проблема и на мой взгляд довольно серьезная. влюбленно. Дальше. Молодой человек будучи ну, будучи в вас влюблен... влюблен... будучи влюбленным в вас. Молодой человек делал какие-то вещи, которые ему сейчас, вот именно сейчас, с высоты, можно сказать, своего опыта, да, или с учетом того опыта, который он получил. Вот. Кажется несколько глупым, несколько странным и так далее. Вот. Чувства поугасли. Обиды накопились. Вот. Цинизма прибавилось. А, я бы сказал, может быть, рационализация включилась. Точно такой есть момент, да, что рационализация просто, ну, активировалась рационализация. Вот. После отношений, после завершения отношений, такое бывает довольно часто, к сожалению, что включается вот эта рационализация, да, то, что человек воспринимает как какое-то объяснение тому, что с ним происходило. Человек пытается объяснить, пытается объяснять то, что с ним было, то, что с ним происходило. Вот, человек пытается это объяснять. И в объяснении, конечно, такой человек, естественно, скатывается в обесценивании. Это само собой, да, и по-другому тут, в принципе, быть не может, к сожалению. Вот. То есть тут вот никуда от этого не делся, к сожалению. Опять же, повторюсь, к сожалению. Вот, поэтому отсюда такая вот поведенческая модель мужчины, вот. Желание вас обесценить, вот. Желание показать, что это во всем вы виноваты и так далее. Вот. А, в конце концов, вот, пять лет это срок маленький для отношений. И люди, естественно, хотят, ну, чего-то, хотят пять лет, так скажем, в отношениях. Люди чего-то хотят. И когда не получается, довольно сложно объяснить себе, объяснить себе, ну, потерю времени. Вот. А потеря времени, она возникает, вот, к сожалению, как раз тогда, она возникает в том случае, когда люди перестают смотреть друг на друга, вот, именно как на людей. То есть это начинается, когда люди пытаются смотреть друг на друга, только как на, вот, партнеров, партнеров для, там, каких-то, ну, для каких-то целей. Поэтому, на мой взгляд, самым лучшим способом для вас, вот, не обидно, ну, поработать с обидой, это для начала просто ее выразить. То есть просто признать, что вам что-то обидно. Просто постараться увидеть, вот, постараться увидеть то, какую свою проблему, именно свою проблему, вы пытаетесь в этой ситуации решать. Вот. Посредством брака, посредством отношений, да, ну, вот. Как получается так, что вас волнует мнение человека, с которым вы уже извините не в отношениях, не в отношениях, вот. А я думаю таким, что вы боитесь повторения. Вы боитесь, что другой молодой человек, следующий молодой человек, с которым вы будете в отношениях, он будет о вас думать точно так же, вот. Вот вы говорите, что это не так. То есть вы говорите, что, ну, это неправда. Вот. Вы говорите, это неправда. То, что, вот, то, что, ну, то, что мужчина про меня говорит, да, это неправда. Говорите, вот. Почему? Почему это неправда? Мы же не знаем, вот, ну, на каких основаниях вы выстраивали свои отношения. Ну, 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 с, мм, с, мм, с, мм, мужчин. Мы этого не знали. Вот. На каких основаниях мужчина выстраивал с вами отношения. Отношения. Этого мы тоже, этого мы тоже не знаем. К сожалению. И, может быть, в чём-то, может быть, в чём-то, человек прав. Но это не означает, что плохая вы. То есть, проблематика здесь заключается в том, что вам нужно, чтобы человек о вас хорошо отзывался, чтобы вы чувствовали себя, ну, что вы готовы, там, ну, к следующим отношениям, например. Ну, вот. А так вы боитесь? Так вы боитесь, так вы опасаетесь, вот, того, что в новых отношениях ситуация как-то будет, ну, как-то повторится. Вот. Вот это вас и тревожит, на мой взгляд. И отсюда вам обидно. На мой взгляд. Вот. Ну, обида, эм, на мой взгляд. Обида, эээ, чувство детское, вот. И связано с перекладыванием ответственности, вот. То есть, вам тут вот коллега говорил о том, что это мужчина перекладывает ответственность. Так скажем. На вас. И спорить я с этим не буду. Человек действительно перекладывает ответственность. Ну, и вы тоже. Вы тоже перекладываете ответственность. Вот. Вы говорите, что, ну, вот, это все, это он говорит. Он вообще не прав. Все было, все было не так. Он ошибается. Вот. Понимаете? То есть, это вот идет такое вот перекидывание, перебрасывание, если угодно. Горячий картофел. Вот. Эта модель поведения довольно-таки известна в семейной психологии. Вот. Когда люди друг к другу, друг к другу, словно футбольный мяч, да, пасуют ответственность за какие-то проблемы. Потому что, если, если сам человек, если сам человек возьмет на себя ответственность за это, выяснится, выяснится, что ему нужно что-то менять. А менять что-то не хочется, боязно, больно, тяжело, неприятно, страшно. А вдруг? Ну, вдруг не получится. Ну, много, много разных аспектов имеет место быть. Но, вне зависимости от этого, вне зависимости от того, что это за аспекты, вот, суть остается прежде. Что в какой-то момент в отношениях вы, на мой взгляд, перестали видеть друг в друге личности. А, может быть, вы никогда не видели друг в друге личности, а видели только потенциальных партнеров для того, чтобы у вас получилось как-то вот создать то, что вы хотите. То есть, вот, такая, примерно, получается ситуация. Здесь нужно сказать обязательно, что любое расставание есть травма. Вот. Я имею в виду психологическую травму. И вы, вероятно, свою, свою травму, ну, вот, не смогли прожить до конца. Вот. Ну, было не с кем, не получилось и так далее. Тут, на самом деле, бывает по-разному. Тут бывает по-разному. Вот. Не всегда получается. Все так, как, ну, как нам бы хотелось. Вот. Совсем не всегда. Вот. И, в общем и целом, это, это может быть болезненно. Это может быть тяжело. На мой взгляд, главная ваша сейчас, вот, такая, такая, можно сказать, ошибка или деструкция, если, если, если хотите. То есть, вот, это то, что вы пытаетесь хранить статус-корр. Вот. Вы пытаетесь хранить статус-корр. То есть, то есть, вы пытаетесь удержать себя в той же позиции, в какой выборе. До отношений. В отношениях. А вы изменились, это невозможно. И вы могли совершать ошибки. И молодой человек мог совершать ошибки. Дело не в ошибках. А в том, являетесь ли вы той, кем вы хотите быть. Вот это очень важно. Если вы начали себе как-то изменять, если вы начали подправлять свое поведение для того, чтобы получить брак, если вы начали вкладывать больше, чем, например, вы хотели бы, и так далее, то это является проблемой. Последствия которой вы сейчас, собственно говоря, и расхлебываете. Схлебывается. К сожалению. Поэтому, такой вот момент. Я думаю, что лучшее, что вы можете для себя сделать, это признать, это признать, что да, больно. Больно. Больно то, что вы чувствуете. Вот. Вам сейчас больно, вам сейчас сложно, вам сейчас неприятно, вам сейчас тяжело. вот это, как мне кажется, вам нужно признать. Если вы это признаете, я думаю, вам, я думаю, вам полегчает. Я думаю, вам полегчает. И обидно не будет. А еще, если вы говорите о том, что молодой человек не прав, да, так спросите себя в таком случае. А я-то как хотел себя вести? Ну, в этих отношениях. Как я хотел действовать? Я была собой? Я была самой собой? Я была настоящей? Я имею в виду вот ну, в отношениях. В отношениях я была настоящей? Я была настоящей? Если были, если были, так извините, в чем тогда проблема? если вы были, если вы были собой, в чем тогда проблема? Но если вы собой не были, например, если у вас есть подозрение, что вы как-то вот себе начали изменять, это хороший повод для того, чтобы пойти на психотерапию и начать над собой работать. это очень хороший повод. Ну, понятно, что тут многое зависит от того, хотите ли вы этого или нет, тут очень многое зависит от того, заинтересованы вы в этом или нет, это понятно. Очень, очень многое от этого зависит. Ну, все, именно так. Я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Неприярно, что-то, ну, что-то ситуация, в которой вы закрывались. Да, безусловно. Ну, фабальна ли она? Нет. Она не фабальна. Из этой ситуации есть выход. Ну, вот. Вопрос только в том, хотите ли вы этим заниматься. Вот и все. если заниматься хотите, вам можно помочь. Если, ну, как бы, не хотите, сомневаетесь как-то, если просто хотели узнать что-то. Вот. Ну, например. тогда, конечно, в таком случае далеко мы уедем. Вряд ли. В таком случае. Вот. Вот. Как-то я бы сказал. Я бы сказал. так. Ну, этом все. Пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. полезно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.